Формат поздравления мам, родивших малышей 3 июля, в этом году не совсем традиционный. На лицах у гостей маски, на руках перчатки. Контакты с детьми исключены, но вот сказать мамам есть что. Конечно, каждый из этих представителей с прекрасной половиной безмерно рада своему счастью. Для большинства женщин роды 3 июля стали первыми. И своим появлением в знаменательный день эти крохи уже вошли в историю нашего государства. Акция «Белая Русь с любовью к детям» начала свой путь с 2009 года. И сейчас мы можем сказать, что у нас 372 младенца, мамы которых мы поздравили в День независимости. Они уже далеко не младенцы, они уже пошли в школу. Мы отслеживаем их жизненный путь, тем более они родились в такой значимый для нашей страны день, как День независимости Республики Беларусь. В нашей стране всегда приоритет отдается семье, матери, ребенку. Об этом может говорить о правильности той политики, которая проводится у нас в стране. То, что по рейтингу из 180 стран мира, который проводился, наша страна находится на 25 месте, по созданным благоприятным условиям для материнства и детства. То есть эта политика, она дает свои плоды. Если взять уже, так сказать, пространство пост-СНГ, то мы, наверное, я так думаю, самое лучшее на этом постсоветском пространстве. Разветвленная сеть вот этих женских консультаций, которые созданы, позволяют наблюдать за женщиной, правильно, своевременно оказывать высококвалифицированную помощь. Ну и поэтому исходы потом хорошие. Если взять, допустим, прошлый год, то по результатам за прошлый год у нас, если новорожденные с экстремально низкой массой тела, это 500 грамм где-то, которые рождались, то вот наша РНПЦ «Мать и дитя» дает такую статистику, что 80% они остались живы. Для депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолия Дашко визит с поздравлением в областной родильный дом события знаковые вдвойне. Долгие годы доктор по образованию трудился в этом учреждении здравоохранения и разделял с роженицами их первые эмоции и чувства. Конечно, приятно быть в своем бывшем учреждении и приятно посмотреть, что все сохранилось, что те средства, которые государство когда-то вложило в это учреждение, они были использованы правильно, все вот работает, все выглядит очень достойно. И, конечно, чувство ностальгии и такой радости за то, что и часть моего труда здесь вложена, и за то, что смогли в те годы сделать, конечно, она присутствует. Быть мамой – одна из главных радостей для любой женщины, поэтому у многих мам уже есть желание вернуться сюда вновь. В добрых руках брестских медиков непростое бремя родов перенеслось достаточно хорошо. Надо не снабыться на одном, надо рожать, рожать и рожать. Всего в Брестской области 3 июля родилось 22 малыша, 13 мальчиков и 9 девочек. Свой подарок в честь важного события от организации «Белая Русь» получит каждая семья.